Манжетка растет у меня очень давно, но всегда я ее считала любителем тенистых мест. И когда у меня появился пруд и биоплата возле пруда, я решила ее пересадить сюда. А пруд как раз находится на солнце. Я смотрю, что манжетка здесь тоже прекрасно развивается. Ей только необходимо достаточное количество влаги, умеренно поливать ее периодически, иначе костики не будут такие пышные и красивые. И потом я случайно выяснила, что это растение, которое вообще многие садоводы считают сорняком. Оказывается оно считается и декоративным, и лекарственным растением. И я решила присмотреться получше и узнать подробнее об этом растении. И так я выяснила, что это большой рот, который включает около 600 видов. Среди них можно назвать манжетку альпийская, манжетка красно-черешковая, манжетка голая, манжетка семиугольная и так далее. Все 600 видов, конечно, я не буду перечислять. У нас наиболее используется манжетка обыкновенная и манжетка мягкая. Но эти виды отличить могут только ботаники, так как они все похожи очень сильно между собой. В народе манжетку называют еще грудная трава, недужник, медвежья лапа, баранник, боговая слезка, гусиная лапка, межперстница. Манжетки предпочитают хорошо освещенные, открытые участки, но могут развиваться и в полутеней. Выращивание под деревьями с густой кроной нежелательно, так как растение будет очень часто болеть и не образует красивых зарослей. Посадку производят на легких, хорошо тренированных почвах с большим количеством гумуса, желательно с у песчаной или с углинистой земля, с нейтральной или слабокислой реакцией. Манжетка очень хорошо восстанавливается самосевом. То есть не такой она уже и вредный сорням, как некоторые думают, потому что корневая система у нее не ползучая. И самосев, если он нежелателен вам в ненужных местах, можно легко пересадить или просто удалить. Полегшие стебли также могут сами укореняться. И вообще-то считается, что манжетка это почвопокровное растение. Но на самом деле это не так. Это только отдельные виды. Имеют низкий рост и стелющиеся стебли.